Приветствую вас на канале школы вязания нашей пряжи. Сегодня вяжем вот такую двухстороннюю косичку. Вот это одна сторона, вот ее вторая сторона. Косичку будем выполнять по схеме. Чтобы ее вязать, вам обязательно потребуется вспомогательная спица. Нет такой вспомогательной спицы. Берем обычную спицу и ею вяжем. Итак, вязать вот этот узор будем по схеме. На схеме показаны лицевые и изнаночные ряды, как они выглядят с лицевой стороны. Для вязания нужно набрать количество петель кратно 16 плюс кромочные петли. Я здесь набрала 50 петель. Если бы это была лицевая гладь, у меня бы это полотно было на всю ширину спицы. То есть смотрите, как сильно сужают полотно. Вам нужно это учитывать, когда будете вязать свои вещи. Итак, первый ряд двухсторонней косички. Снимаем кромочную петлю. Начинаем вязать 1 петля лицевая, затем 2 изнаночные петли. Далее 2 лицевые петли. Снова 2 изнаночные и 2 лицевые. Таким образом мы вяжем резиночкой 2х2, просто начиная и заканчивая эту резиночку и с одной лицевой петли. И так вяжем до конца ряда. Заканчивая первый ряд, это 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Так как начинали и заканчиваем с одной лицевой, и кромочная петля. Ее всегда провязываем изнаночной петлей. Это был первый ряд. Теперь переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Кромочную петлю снимаем. Вяжем резиночкой, но начинаем уже с одной изнаночной петли. Вот она, первая изнаночная. Вначале с одной изнаночной. Далее 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Вязать нужно классическими изнаночными петлями, так как резиночка 2х2 классическими петлями будет ровнее выглядеть. И так вязать резиночкой 2х2 до конца ряда. Заканчиваю ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые и 1 изнаночная. Затем кромочная петля. Ее также провязываем изнаночной петлей. Это был второй ряд. Снова переворачиваем работу и вяжем третий ряд. Итак, снимаем кромочную петлю. Затем на вспомогательную спицу снимаем следующие 4 петли. Эти петли оставляем перед работой. Затем с левой спицы вяжем 4 петли по рисунку. Это 1 лицевая, 2 изнаночные и 1 лицевая. Затем нам нужно провязать по рисунку петли со вспомогательной спицы. Это также 1 лицевая, 2 изнаночные петли и 1 лицевая. Готово. Первое перекрещение. Выполняем следующее перекрещение. Снова на вспомогательную спицу снимаем 4 петли. Оставляем их уже за работой. С левой спицы вяжем 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Далее переходим к вязанию петель со вспомогательной спицы. Это 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Таким образом мы выполнили перекрещение с наклоном влево и перекрещение с наклоном вправо. Это даже раппорт узора. Далее повторяем. Берем вспомогательную спицу. Следующие 4 петли снимаем перед работой. Вот они перед работой. Вяжем с левой спицы 1 лицевая, 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Затем вот эти петли со вспомогательной спицей, если вам тяжело вязать 7, можно просто их вернуть обратно на левую спицу. Это также, если у вас нет вспомогательной спицы, вы можете взять обычную спицу и таким же образом просто возвращать вот так назад на левую спицу. И провязывать 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли и 1 лицевая петля. Это перекрещение с наклоном влево и выполняем перекрещение с наклоном вправо. На вспомогательную спицу снимаем 4 петельки, оставляем их за работой. С левой спицы вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 изнаночная и еще 1 лицевая. Затем также можно вот эти петельки просто поместить обратно на левую спицу, в том же порядке, как снимали. И провязать. Это у нас первая 1 лицевая, затем 2 петельки изнаночные, 1 изнаночная, 2 изнаночная и 1 лицевая. Таким образом провязали 2 раппорт узора. И так вяжем до конца ряда. Вязание заканчиваем кромочной петлей, которую провязываем изнаночной петлей. Это у нас был третий ряд. Переворачиваем работу в четвертом ряду, вяжем резинкой. Это снимаем кромочную петлю. После косы, после всех косичек, наша резинка сохранилась. Вяжем 1 изнаночная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так вяжем резиночкой 2х2, начиная и заканчивая ряд из изнаночной петли. Заканчиваю ряд 2 лицевыми и 1 изнаночная. Затем кромочную петлю также провязываем изнаночной петлей. Это был четвертый ряд. Далее, с 5 по 10 ряды, мы повторяем 1 и 2 ряды, то есть провязываем резиночкой. То есть вяжем резиночкой 2х2 до 10 ряда. Это получается 6 рядов. Вот я довязала с 5 по 10 ряды. И далее схему начинаем сначала. То есть вяжем снова 2 ряда еще резиночкой. Третий ряд это перекрещение. Получается перекрещение в каждом 10 ряду. Для тех, кто любит вязать по кругу, вы просто по кругу вяжете. Получается 10 рядов резинки и 1 ряд вот таких косичек. Косичек все равно я показываю с лицевой стороны. То есть вы точно так же перекрещаете, как я перекрещала. Одна эта сторона и его вторая сторона. Спасибо большое! С вами была школа вязания Наша Пряжа.